Канал Детекласс. С вами Андрей Щетников. И сегодня мы поговорим о том, зачем пространство между металлическими обкладками конденсатора заполняется диэлектриком. Здесь есть две стороны дела и мы их обсудим последовательно. Первая сторона дела состоит в том, что диэлектрик, находящийся между обкладками во внешнем поле, созданном зарядами на обкладках, поляризуется, молекулы разворачиваются своими минусами к плюсам, а плюсами к минусам. И за счет этого, поскольку это происходит во всем объеме диэлектрика, в этом объеме появляется созданная поляризацией дополнительное электрическое поле, которое направлено противоположно к полю, созданному внешними зарядами. И в результате электрическое поле между обкладками в целом становится меньше. Раз оно становится меньше, значит меньше становится и разность потенциалов между обкладками. У вот в этой формуле. А Ку осталось таким же. Это означает, что С теперь при наличии диэлектрика стало больше, чем без диэлектрика. Это первая сторона дела. И вот это увеличение емкости за счет диэлектрических свойств среды, помещенной между пластинами, оно отражается вот здесь в формуле уже для емкости, вот в этом коэффициенте ε, диэлектрической проницаемости среды. Теперь надо обсудить вторую сторону дела, и она носит, так скажем, более практический характер. Но дело в том, что увеличить емкость можно еще за счет одного параметра, за счет уменьшения расстояния между обкладками D. Чем меньше это расстояние, тем емкость больше. Но как сделать расстояние между обкладками вдоль миллиметра? Представьте себе, это две металлические пластинки или пленки. Как их так расположить, если между ними находится воздух? Понятное дело, что гораздо площадь взять лист или пленку диэлектрическую, наклеить фольгу с одной стороны, ну или нанести этот металл с одной стороны, нанести с другой стороны. И вот мы имеем две пластины, которые зафиксированы. И, между прочим, тут есть еще одна сторона дела. У нас там в разы увеличивается сопротивление конденсатора пробою. Если воздух пробивается при напряжениях порядка 30 кВт на сантиметр, то здесь у нас уже как бы речь идет о напряжениях порядка 30 кВт на миллиметр. Мы еще за счет этого получаем выигрыш. Ну и таким образом есть вторая сторона дела. Еще раз, мы можем сделать компактный конденсатор с зафиксированными по двум сторонам диэлектрика обкладками, которые, ну как бы вот расстояние между ними, этой диэлектрической пленкой уже задано, конденсатор выдерживает достаточно большие напряжения. И это вторая сторона дела. Ну а вкупе, значит, у нас эпсилон для характерных диэлектриков, там оно от 3 до 10 варьируется, ну и тем самым дает первый выигрыш. А второй выигрыш появляется в том, что Д может быть сделанным достаточно маленьким, там в какие-то доли миллиметра. Ну, собственно говоря, вот это все, что я хотел сказать. И спасибо вам за внимание.